Амнистию заводят на третий круг Амнистию заводят на третий круг Белый дом одобрил законопроекты о прощении офшорных капиталов 1. Газета Коммерсант номер 65 от 12 апреля 2019 года Строение 2 Пакет законопроектов о проведении третьей волны амнистии капиталов одобрен правительством для внесения в Госдуму Как и обещал Владимир Путин, прощение получит физлица Готовые вернуть деньги в Россию и перерегистрировать контролируемые ими иностранные компании в специальных административных районах в Калининграде и Владивостоке Амнистия возобновится на два месяца позже обещанного Из-за задержки с разработкой законопроектов начало приема декларация перенесено на 1 мая Депутаты уже выразили готовность рассмотреть законопроекты максимально оперативно В четверг на заседании правительства одобрен пакет из четырех законопроектов Предусматривающих продление амнистии капиталов до 1 марта 2020 года Речь идет о возможности добровольного декларирования физлицами своих зарубежных активов и банковских счетов в упрощенном порядке и без уплаты налогов Взамен декларантам обещанный режим налоговой тайны и освобождение от налоговой, административной и уголовной ответственности В частности, за уклонение от уплаты налоговых и таможенных платежей, за неисполнение требований валютного регулирования Одновременно продлевается и ранее действовавшая льгота Освобождение физлиц от налога на прибыль с деятельности контролируемых ими иностранных компаний в случае их ликвидации Что говорил об амнистии капиталов Владимир Путин? Напомним, первая волна амнистии проводилась с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года По ее итогам власти сообщали лишь о 7,2 тысячи поданных деклараций, не раскрывая сумм активов Бизнес-сообщество тот этап восприняло довольно скептически Изначально амнистия капиталов преподносилась как однократная акция Однако с 1 марта 2018 года стартовал ее второй этап, который продлился уже до 28 февраля этого года Решение о повторении компании тогда объяснялось новыми рисками для предпринимателей, вызванными иностранными санкциями Результаты второго этапа частично раскрыл Минфин Ведомство сообщало о декларировании только остатков по счетам более чем на 10 миллиардов Первые две волны амнистии не ставили условиям перевод активов в Россию Сейчас же обязательными для участников являются возврат денег в Россию Перерегистрация компаний в специальных административных районах САР В Калининградской области и Приморском крае Которые, по словам премьер-министра Дмитрия Медведева, для этого и создавались Напомним, резиденты САР освобождаются от налога на прибыль с дивидендов и реализации акций иностранных компаний Также для них действует особый режим валютного регулирования Как офшоры в Калининграде и Владивостоке придуманы взамен Карибским Отметим, что подготовить законопроекты для третьей волны амнистии Владимир Путин поручал по итогам форума деловой России, прошедшего еще в начале февраля, СМ Твердый знак от 7 февраля Обеспечить принятие поправок надо было до 28 февраля, чтобы амнистия продолжилась, не прерываясь Но правительство в этот срок не уложилось Ожидается, что третья волна амнистии стартует лишь с 1 мая Как ранее отмечал замминистра финансов Илья Трунин, с этого момента должен начаться прием спецдекларации Депутаты подтвердили свою готовность оперативно рассмотреть одобренный Белым Думом пакет Прошлогоднее продление амнистии также принималось в ускоренном режиме Как отметил председатель Думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров Если в ближайшее время правительство внесет законопроекты в Госдуму Их могут рассмотреть в первом чтении уже на следующей неделе Евгения Крючкова